Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 20 июня. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня, на что сегодня точно стоит обратить внимание. В первую очередь, это новость, которая в экономическом календаре будет выходить в 11 часов по времени GMT. Это решение Банка Англии по процентной ставке. На текущий момент времени напомню, что процентная ставка в Англии составляет 5,25%. И мы ожидали, что многие банки начнут снижать процентные ставки. Мы ожидали, что Банк Англии будет одним из первых, кто, соответственно, будет снижать процентные ставки. Но только иначе европейские банки Банк Англии опередили. Ну что ж, возможно, сегодня настанет очередь и Банк Англии, и Банк Англии тоже снизит процентную ставку. А связано это с тем, прогнозом с тем, что вчера выходил отчет по инфляции. Ожидалось, что месячная инфляция будет расти. Мы с вами вчера говорили о том, что с 0,3% инфляция может вырасти на 0,4% в месячном выражении, а годовая инфляция достигнет целевого значения в 2%. Что ж, годовая инфляция действительно достигла 2%. На текущий момент времени Банк Англии действительно можно подумать о том, чтобы снижать процентные ставки. Что касается месячной инфляции, так она не выросла, она осталась прежней на 0,3% в рамках тоже целевого значения. Исходя из этого, мы можем действительно полагать, что Банк Англии сегодня решит, примет решение снизить процентные ставки, что, безусловно, может очень властительно сказаться на курсе британской валюты. Фунт к доллару на текущий момент времени торгуется выше отметки 1,27 в районе 1,27-20. Если будет принято решение о снижении процентной ставки, мы с вами будем видеть нисходящую тенденцию ниже отметки 1,27 с первой целью 1,26. Из других достаточно важных событий на сегодняшний день – это число первичных заявок на получение пособий по безработице. Новость выходит в 12.30 по времени GMT. Данные, не сказать, что выходят положительные для американской экономики, поэтому посмотрим, как на это отреагирует рынок. Сейчас индекс доллара продолжает находиться в восходящем тренде. Текущее значение 104,90. Наши прогнозы также ждем. Индекс доллара выше отметки 105. По прогнозам, ждаем движение к целевой отметке 105.50. Золото на текущем интервью торгуется на отметке 2340 долларов за унцию. Золото у нас преодолело отметку или, по крайней мере, приблизилось к своему целевому уровню. Будем следить за тем, что будет происходить. Сейчас, на самом деле, не самая лучшая идея для того, чтобы рассматривать золото на продажу, потому что сантимент сейчас составляет всего 35%. То есть мы сейчас имеем всего 35% покупателей и большинство, конечно, трейдеров сейчас стоит в продаже. До тех пор, пока сантимент не поменяется, позиции на продажу по золоту мы откладываем. Будем следить за дальнейшими возможными входами в сделку на продажу. S&P 500 после проведения экспирации наконец-то начал торговаться выше отметки 5500 долларов. Текущее значение 5575. Мы уже готовы фиксировать наши длинные позиции по S&P 500, близко к отметке 5600 долларов. S&P 500 все-таки очень хороший вырос, как и остальные индексы, такие как NASDAQ, Dow Jones и так далее. Рынок очень перегрет. Будем смотреть, до каких новых значений цена может добраться. Это были все наиболее актуальные новости на сегодняшний день. Уважаемые трейдеры, торгуйте, зарабатывайте вместе со Markets и всего вам наилучшего.